Переселение за пределы города многие воркутинцы ждут как освобождение и заключение. Отработав положенный срок на севере и простояв очереди за долгожданным сертификатом многие годы, не все могут претендовать на место в теплых краях. Причиной тому находится о том, как сказать грустное прощай Воркута, в нашем материале. Одну, две, пять, сколько надо пачек бумаги, чтобы получить право на субсидии по переселению за пределы Воркуты. У Владимира Жарука за пять лет борьбы уже набралось несколько внушительных папок с обращениями в различные инстанции. Тем не менее вопрос переселения пенсионеров и инвалидов, это само собой разумеется, из Воркуты, это вопрос, который не терпит отлагательства, потому что человеческая жизнь, она бесценна и она имеет ограниченный срок. У Владимира Владимировича есть свои предложения по решению выездной проблемы. Это заимствование опыта других северных городов, строительство воркутинских районах, в столице Коми и другие. Чтобы обратить большее внимание на проблему переселения пенсионеров, инвалидов и всех северян, Владимир Жарук выступил на сессии горсовета. Не дожидаясь арктической зоны, с целью финансированием строка в бюджете идет в федеральном Норильске и Дудинка, два города давным-давно уже получают приличные суммы и переселяют. Там уже несколько лет назад переселялся 2007 год. Тут надо подходить с точки зрения экономики. Чем больше людей мы переселим из Воркуты, то есть не будет пенсионеров, не будет работающих инвалидов здесь в Воркуте, благоприятные климатические условия, тем больше экономии для города, для республики. Потому что содержание одного инвалида или пенсионера в Воркуте в 2,4 раза больше, чем, скажем, в центральной части России. Мы считаем, что к этому вопросу надо подходить, так сказать, комплексно, подключать к этому вопросу депутатов государственного совета, наших депутатов от Совета Федерации, Государственной Думы. А инициатива должна идти именно от нас, от Совета города. Мы сейчас готовим целый ряд программ по вхождению в Арктику, да, какие цели и задачи мы ставим. Конечно, среди них есть и переселение. Мы понимаем, какие деньги значительно выделялись в Воркуте в прошлые годы и к чему это привело. Когда все воркутинцы переписались, ранее прописавшиеся туда, куда хотели ехать, реально жить, на свою историческую родину, там у них родные, близкие, все записались в Москву, в Санкт-Петербург. В прошлом году почти 200 воркутинских семей получили долгожданные сертификаты. Из федерального бюджета на всю республику тогда выделили чуть более 475 миллионов рублей. В недавней акции «Голосуй за развитие республики» в буклетах фигурировала сумма 464 миллиона на переселение из Воркуты в 2014 году. Думала ли Светлана Затаковенко, что своей очереди она будет ждать почти 30 лет? На 13 680 семей была передана очередь. Это сейчас можно улыбнуться. А в 2000 году за 25 дней до положенной трудовой пенсии Светлану Алексеевну уволили. Из очереди на переселение ее исключили. Только в судебном порядке удалось восстановить справедливость и вернуться в строй очередников. В силу предыдущих обстоятельств я откатилась с 1985 года. Откатилась на сегодняшний день, 14-й год, я еще здесь. Вроде как в этом году обещают дать сертификат. Постоянно растущие цены на жилье сводят на нет ожидания северян на покупку квартиры в хорошем районе. Копить деньги почти бессмысленно. Инфляция, брать кредит не дадут из-за возраста. Вот такая дилемма. Или сдавай квартиру в центре Воркуты и покупай в очень таком поселке. С плохой дорогой, с плохой инфраструктурой. Но явно не в городе. Только поселок. И сейчас вот дилемма-то и стоит. Когда человек получает долгожданный сертификат на переселение, возникает проблема перевозки вещей. Транспортировка малотоннажными контейнерами отменена, а 20-ти тонники обходятся в несколько десятков тысяч рублей. Оказывается, не каждая станция принимает 20-ти тонники. Ты можешь, например, приехать, вот два города там принимают, здесь принимают, а ты можешь получить жилье, купить на сертификат в другом районе, куда идет железная дорога, но там не принимают 20-ти тонники. Значит, или в тот, или в тот город надо выгружать 20-ти тонники, потом гнать еще машину. Проблемы есть везде, в любом городе, на севере и на юге. Обеспечение лучшей жизни для людей – главная цель работы власти. Переселенцы иногда сами останавливают свой отъезд. Кто-то не готов уехать, кого-то не устроила сумма и другие проблемы. Факт в том, что есть федеральный закон о жилищных субсидиях, и он, несмотря на трудности, должен исполняться.